Здравствуйте, ребята! Меня зовут Белоусова Татьяна Геннадьевна, я учитель химии. Сегодня мы с вами продолжим решать задачи на примеси, но попробуем сегодня решить и чуть сложнее задачу. Надеюсь, что такая задача вам потом будет понятна и в других каких-то вариантах этих же задач. Итак, задача выглядит следующим образом. Известно, что взяли для реакции кусочек магния, который имеет вес 2,4 грамма. На растворение этого кусочка магния потребовалась серная кислота в виде раствора. Значит, H2SO4 в виде раствора. Масса этого раствора равна, соответственно, 200 грамм. И, соответственно, омега, доля серной кислоты в этом растворе составляет 20%. Нам нужно посчитать, какой объем водорода выделится, если на этот кусочек магния подействовать таким раствором серной кислоты. Итак, для начала мы можем составить уравнение данной реакции. Итак, магний будет реагировать серной кислотой. В этом случае у нас реагирует серная кислота в виде раствора. Для серной кислоты должна скать немножко наперед. Это будет играть важную роль, потому что если бы она была концентрированной, то продукты реакции были бы несколько другими. Итак, магний стоит в ряду активности до водорода. Он будет вступать в реакцию и образовывать магний СО4. Проверяем формулу. Из таблицы растворимости мы можем увидеть магний 2+, СО4 2-, метод нулевой суммы дает 0. Формула правильно. Итак, и вторым будет выделяться газ водород. Не забываем, что нужно проверять коэффициенты. Магний по одному, водорода по 2, СО4 кислотный, остаток по одному. Уравнение приравнено. Данная реакция является реакцией замещения. Получается, что по условию задачи нам дан магний, по условию задачи нам дана серная кислота, а спрашивают нас про водород. Снизу подпишем 1 моль. Это вытекает из коэффициента серной кислоты 1 моль и водорода 1 моль. Но пока сверху нам подставить в этом случае нечего, поскольку мы не перевели данные задачи в моль. Итак, первым делом давайте найдем о моле магния. Это будет 2,4 грамма. А так как магний имеет это простое вещество, его малярная масса будет совпадать с атомной массой, найденной в таблице Менделеева. Это будет 24 грамм на моль. Соответственно, у нас магния будет 0,1 моль. Это данное подставляем над магнием. Но давайте посмотрим, серная кислота нам тоже дана, но она дана не в явном виде, поскольку дана в виде раствора. Тогда нам нужно найти вначале массу серной кислоты. Для этого мы воспользуемся следующей формулой. Масса раствора умножить на омегу растворенного вещества и деленное на 100 процентов. И соответственно у нас получается раствор 200 грамм, омега в нем 20 процентов и деленное на 100. Проценты сокращаем. 200 и 100 сократим будет 2. Следовательно, серной кислоты у нас в этом растворе 40 грамм. Но вот здесь я бы еще хотела вам пояснить, что если, например, вы формулу не можете вспомнить как следует или вам кажется, что может быть вы сомневаетесь, она правильная или нет, то я вам посоветую для растворов также работать через пропорцию. 200 грамм принять, как будто это смесь, на самом деле это серная кислота, ведь плюс вода, принимаем за 100 процентов, а тогда сама серная кислота, очевидно, 20 процентов. То есть мы можем рассматривать в этом случае раствор серной кислоты как смесь, где чистое вещество, это как раз таки серная кислота. Мы придем все равно к этому же результату. Найдем моли серной кислоты. Работает такая же формула масса на молярную и у нас получается, соответственно, здесь будет у нас 40 грамм, а в этом случае серную кислоту мы также посчитаем. Водорода 2 плюс сера 32 плюс кислород 16 умножить на 4, все это в грамм на моль. И в результате расчета грамм, граммы сокращаются, у нас внизу получается 98, значит, соответственно, в общей сложности у нас получается примерно 0,4 в молях. Итак, подпишем это над серной кислотой. 0,4 моль. А над водородом Х моль. Теперь давайте посмотрим. Задача стала задачей на избыток недостаток. То есть мало того, что она на смесь, в данном случае серная кислота, это смесь, в которой есть серная кислота, чистое вещество. Но добавился новый аспект задачи, поскольку здесь есть еще избыток недостаток. Как нам определить, что в избытке? Давайте напомним, что для этого мы сравниваем, соответственно, данные для магния и для серной кислоты без знаков равенства. И, как мы можем видеть сейчас, у нас соотношение выглядит следующим образом. Серная кислота находится в избытке. Это у нас недостаток. Это избыток. Тогда серную кислоту мы отбрасываем в ее данные и расчет видим через магний. И у нас получается новая пропорция. 0,1 моль к 1 моль. И как Х моль водород на 1 моль. Ну, я думаю, что Х очевиден. Он будет равен 0,1 моль. И, следовательно, объем водорода найти уже совершенно нетрудно. Воспользуемся формулой. ВМ умножить на моль. Малярный объем любого газа и водорода, в том числе, 22,4 литра на моль. Умноженное на 0,1 моль. Моль, моль сокращаем. Ответ будет 2,24 литра. Так, соответственно, не забываем, что в порядке оформления ответ пишется обязательно. Объем водорода получился равен 2,24 литра. Как вы можете видеть, задача сложная хотя бы потому, что, во-первых, она с одной стороны на смесь. С другой стороны, добавился элемент работы избыток-недостаток и задача еще и по уравнению. Но, как мы с вами решили эту задачу, я надеюсь, вам понятно. Поэтому подобные задачи, я абсолютно уверена, вы тоже сможете решить и самостоятельно. Ну, а мы попробуем сейчас решить и вторую задачу. Решаем сейчас вторую задачу. Итак, по условию этой задачи нам известна масса известняка. Я напомню, что известняк – это карбонат кальция, содержащий определенные примеси. Но вот состав примеси сейчас нам и неизвестен, и, в принципе, для расчета не нужен. Итак, взяли 500 грамм известняка. Значит, этот известняк реагирует с соляной кислотой. В ходе реакции выделяется углекислый газ. Объем этого газа составляет 89,6 литров. Вопрос по задаче. Чему равна массовая доля примесей в составе известняка? Итак, задача является фактически обратной к тем задачам, которые мы с вами решали. Для начала мы составим уравнение реакции. Я напомню, что известняк, а следовательно кальций СО3 реагирует с соляной кислотой. Формула соляной кислоты – H-хлор. Происходит реакция обмена. Напомним, давайте, что в реакциях обмена мы можем воспользоваться вот такой вспомогательной рамочкой для того, чтобы дописать правую часть. Получается, кальций соединяется с хлором. Не забываем, что все формулы следует проверять. У кальция заряд из таблицы растворимости 2+, у хлора минус. По правилу креста кальций хлор 2. Вторым будет получаться HCO3. Теперь опять формулу проверим. H+, CO3 из таблицы растворимости 2-, тогда формула H2CO3. Но давайте посмотрим, здесь речь идет о газе. Откуда же газ взялся? Дело в том, что угольная кислота, как возможно вы знаете, это непрочное соединение. Обычная газировка является таким веществом. Поэтому она распадается уже при обычных условиях на воду и углекислый газ. Именно поэтому мы при открытии газированных напитков видим появление пузырьков газа. Итак, для начала, соответственно, нужно и уравнять. Кальций 1 справа 1, хлора слева 1, справа 2, передаш хлор поставим 2, водорода 2 в угольной кислоте 2 и в воде также 2. И, соответственно, CO3 1 и здесь 1 тоже. И в результате потом CO3 распадается. Один кислород попадает в воду и два кислорода остается в составе углекислого газа. Уравнение приравнено. Данная реакция, напомним, является необратимой реакцией обмена, так как у нас две причины необратимости. Наличие и воды, и углекислого газа. Итак, что нам известно? Нам известен углекислый газ. Подчеркнем его формулой одной чертой. А спрашивают про примеси. Получается вопрос, в чем? Что именно надо найти нам в этом уравнении? Очевидно, нам нужно найти кальций CO3. Примеси мы сразу не можем определить. Поэтому кальций CO3 подчеркнем двумя чертами. Снизу подписываем. Здесь будет 1 моль. Это из коэффициента видно. И здесь 1 моль. Делаем перевод. Дано в моле. Для CO2 работает формула В, деленная на ВМ. Это будет 89,6 литров. А малярный объем любого газа 22,4 литра на моль. Литр-литр сокращаем. Соответственно, будет 4 моль. Эти 4 моль мы выставляем над CO2. Над кальций CO3 будет х моль. Получается пропорция. Возможно, вам и результат виден. Но я еще раз напишу. Может быть, для кого-то этот момент непонятен. Верхняя к нижнему. Как? Соответственно, 4 моль делим на 1 моль. При решении пропорции у нас получится 4 моль умножить на 1 моль. Ну и деленное на 1 моль. Так, соответственно, будет 4 моль. Но я поясняю для детей, которым этот факт является очевидным. Если вы видите решение пропорции сразу, тогда запись самой пропорции не является необходимой. Вы могли бы написать х сразу. Итак, нам кальций CO3, соответственно, нужно затратить 4 моль. Затем мы должны найти массу кальций CO3. В нашем случае кальций CO3 в смеси – это так называемое чистое вещество. Работает формула. Молярная умножить на моль. Подставляем. Это будет 4 моль. А молярную массу кальций CO3 давайте посчитаем. Берем для кальция из таблицы Менделеева 40. Для углерода 12. Кислород 16. Умножить на 3. Все это в грамм на моль. Моль и моль сокращаем. Здесь внутри будет расчет 40, 12 и 16 на 3 – это 100. Следовательно, у нас чистого вещества 400 г. Ну а тогда сколько же приходится на примеси? Ведь нас о доле примеси спрашивают. Тогда раз все вещество 500 г, мы отнимаем, соответственно, долю чистого, массу чистого и получаем 100 г на примеси. А так как нас спрашивали о проценте содержания примеси, мы можем подставить формулу. И получается 100 г мы делим на массу смеси и на 100%. Соответственно, 100 и 500 сократим будет 5 и получаем 20%. Не забываем подписывать ответ. 20% примеси. Все, задача решена. Итак, сегодня на уроке мы с вами порешали задачи на примеси и чуть более сложную задачу, и такой стандартной сложности задачи. Как такие задачи впоследствии решать, я надеюсь, вам стало более понятно. И вы обязательно справитесь с такими задачами в контрольных, самостоятельных. Ну или если будет желание посчитать в таких задачах самостоятельно. Итак, на сегодня у меня все. До свидания, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok